Да так же прибьем в угол, вон какой-то. Да и все. Эту переправу местные называют мостом дружбы. Его строят всей деревней, чтобы вновь соединить две части Фиркина и показать властям. Невозможное возможно. Пока чиновники говорят, что строительство невыгодно, люди просто берут и делают. Все равно у нас сделано. Чтобы ходить-то, хоть коляски, хоть тележку сосед, вот уже комбикорм, уже устал на себе таскать. По-нашему, ну что у нас тут узенько все было-то сносило. Сейчас расширили, укрепили, доску купили, сложились все, скинулись. Без жизненно необходимой переправы 13 человек, а это все население Фиркина, жили целый год. С тех пор, как старый мост унесло паводкам. Люди не раз просили администрацию Серова сделать деревянный настил хотя бы для пешеходов. Но там лишь озвучивают новые суммы на строительство. В итоге вот сейчас последняя сумма ими была озвучена в 10 миллионов. Пешеходный мост 60-метровый. А при этом? А мы за 10 тысяч, ну так грубо говоря, за 10 тысяч мы построили сами. В мэрии капитальный мост через Какву называют пустой тратой денег. Мол, строить его рискованно из-за подтоплений. Вместо возведения переправы власти наняли лодочника, который три раза в день спускает на водомоторку. Его услуги непопулярны. Людям сложно подстроиться под плавающий график. И к тому же у всех есть свои судна. Но предприниматель верит. За его транспортом будущее. В север есть север. Вода может в любой момент прибыть. Тем более, что администрации сказали, что водохранилище полное. В любой момент они могут его открыть. И моза топит. И нужна будет все-таки лодка. Пока сельчанам достаточно своей переправы. Они сколотили ее за неделю из материалов, купленных в складчину. Надзорные органы на такую самостоятельность поглядывают с тревогой. Но спрашивать собираются с властей. На местных чиновников подали суд. Материалы проверки по данному факту, по факту бездействия администрации, были направлены с Русской городской прокуратурой в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса в Следственный комитет для принятия процессуальных решений. В итоге 27 июня 2019 года возбуждено уголовное дело. Пока суд до дела, жители Филькина забивают в мост последние гвозди. Это, конечно, не полноценный путепровод. Но в случае чего им смогут воспользоваться, например, врачи и пожарные. Надежда Маркова. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.